Здравствуйте! В эфире программа «Открытый диалог» и я ее ведущая Виктория Степашко. Многоквартирные дома Камчатки приобретают новый вид. Благодаря работам, которые проводит Фонд капитального ремонта, дома становятся не только красивыми, но еще и теплыми. Сегодня гость нашей программы – генеральный директор Фонда капитального ремонта Камчатского края Оксана Бухонина. Оксана Александровна, здравствуйте! У нас 2022 год завершается. Каким он был для Фонда капитального ремонта? Все ли планы удалось осуществить? 2022 год стал для нас достаточно сложным и для наших подрядных организаций. Тем не менее, мы рассчитываем на неплохие итоги по результатам этого года. Порядка 90% от всего намеченного объема работы мы выполним. А это на самом деле около 200 многоквартирных домов, расположенных в самых разных уголках Камчатского края. И в общей сложности около 8 тысяч семей будут жить в более комфортных условиях. Какие основные проблемы, с которыми вы столкнулись в 2022 году? Да, проблем, наверное, много. Основных даже и не выделишь. Потому что, понятное дело, что это и в условиях санкционного давления, да, у нас как бы очень сильно прорядился рынок строительных материалов. Поскольку сами мы здесь на Камчатке ничего не производим, понятно, что это и логистические цепочки были порваны, и нашим подрядчикам пришлось срочно-срочно все это дело перестраивать. Поэтому имели место, конечно же, и затягивание сроков именно за счет того, что не своевременно поставляли строительные материалы. Были задержки по срокам выполнения работы, но, тем не менее, к концу года мы подходим с неплохими результатами. Я так понимаю, что Камчатская погода тоже любит портить графики и смещать, но, тем не менее, это же стандартная ситуация, правильно? Что касается погоды, мы живем в этих условиях, мы всегда должны быть готовы к тому, что у нас зимой это снегопады, летом это дожди. Конечно, мы ежегодно с этим сталкиваемся, и каждый раз мы настраиваем своих подрядчиков на том, что если это плоские кровли, уважаемые наши подрядные организации, вы их ремонтируете, будьте любезны, смотрите, пожалуйста, метеопрогнозы. Мы вас заблаговременно информируем для того, чтобы кровли не протекали в период выполнения работы. Но, к сожалению, всего предусмотреть невозможно, и у нас есть такие случаи и в этом году, к сожалению, тоже. А какой населенный пункт стал самым отдаленным в этом году? Где жители домов получили новый фасад? Это село Аянка Пенжинского района. Это действительно самый отдаленный наш населенный пункт. По-моему, в этом году мы впервые там что-либо вообще делали. И очень долго мы искали подрядчика, потому что на Пенжинский район желающих пойти и выполнить работы нет. Там же ведь очень, на самом деле, сложная логистическая система, потому что наш подрядчик до села ванил морским транспортом направлял свой груз, от Манил до Слаутного на плашкоутах по реке Пенжина дальше направлялась, а уже от Слаутного до Аянки на вездеходах. То есть это очень и очень сложная логистическая цепочка. Но, тем не менее, фасад уже готов, и мы его приняли. Как здорово, на самом деле, что даже в отдаленных районах Камчатки люди могут радоваться новому фасаду, новому дому. Что касается домов, где проводили капитальный ремонт, обращаются ли к вам жители за помощью? То есть есть ли у вас с ними связь? Конечно, конечно. У нас с ними есть связь. Во-первых, начнем, что вот этот вот период можно поделить на два этапа. Первый момент. Во время производства работ мы все прекрасно понимаем, что капитальный ремонт, да любой ремонт, даже когда мы у себя в квартирах делаем ремонт, он сопряжен всегда с определенными неудобствами. На какое-то время у нас отключается электричество, на какое-то время у нас отключается отопление или водоснабжение. Если это крыши, ну вот бывают моменты, как я вот уже упоминала выше, у нас бывают протечки. Поэтому, конечно, жители, возмущенные жители, и такое бывает, и очень часто бывает, они всегда обращаются в фонд. Ну, либо пишут в какие-то надзорные инстанции для того, чтобы проконтролировали ход выполнения работ. И поверьте, мы эти жалобы не оставляем без внимания. Мы направляем туда своих инженеров, которые вместе с подрядными организациями решают эти вопросы до победного конца. Для того, чтобы граждане, а мы работаем для них, были удовлетворены качеством нашей работы. И кто же все-таки контролирует качество работ? И как это? Что касается контроля за качеством работ, непосредственный контроль за качеством работ, конечно, осуществляет фонд в ходе выполнения этих самых работ. А вот контроль качества самого фонда, работы фонда, оценивают уже контрольно-надзорные органы. Это, в первую очередь, конечно, это жилищная инспекция, это казначеи к нам регулярно, там ежегодно приходят с проверкой. Ну и, конечно, органы прокуратуры. А вот после проведения ремонта вы же не бросаете жильцов дома, где как раз-таки провелись работы? Ну, как же их бросить, если у людей проблемы, они к нам обращаются со своей бедой, со своими проблемами, как же мы их можем бросить? На самом деле, после того, как дом уже принят после капитального ремонта, существует пятилетний гарантийный срок. И в пределах этого гарантийного срока, если что-то происходит на инженерных системах, там или с крышей, или с фасадом, или еще с чем-то, то наши подрядные организации, если это гарантийный случай, они обязаны прийти и устранить все недостатки, выявленные вот именно в гарантийном периоде. Но зачастую бывает так, что мы еще даже не успеваем принять фасад, а он, извините, уже его там или исписали, или там бывают механические какие-то повреждения. Эти случаи не гарантийны, и эти вещи уже устраняет управляющая компания. То есть это уже фонд капитального ремонта не несет ответственность? Нет, не несет. Поэтому тут надо на самом деле разбираться, потому что гарантийный ли это случай. Допустим, когда сосед соседа сверху, сверху нижнего соседа заливает, а заливает он, потому что он не пустил свою квартиру в ходе выполнения работ по капитальному ремонту, у него стояк не был поменен, и он заливает, у него что-то гетеронило, это тоже не гарантийный случай. И здесь вот надо, мы с этим очень часто на самом деле сталкиваемся, это очень серьезная такая проблема, когда у нас часть собственников в многоквартирном доме при капитальном ремонте тех или иных инженерных систем отказывают в доступе. Ну вот классический пример дома, у нас очень много домов бесподвальных, когда необходимо менять розлив, и жители первых этажей вот грудью встанут, ни за что не дам, потому что у меня суперремонт, а что там у меня под полом, мне неинтересно. Вот на самом деле это препятствует выполнению работы, мы эти работы просто не выполняем, а все остальные соседи и жители этого дома остаются без должного комфорта, вот и все. То есть никакого закона нет, да, что он капитального ремонта может проводить все-таки такие работы? Мы обязаны, мы имеем обязанность перед собственниками провести капитальный ремонт в сроке установления региональной программы капитального ремонта. Но здесь логика какая, если сами собственники воспрепятствуют проведению этого капитального ремонта, нам-то что делать, как мы можем свои обязанности исполнить? Поэтому существуют нормативно-правовые акты, которые говорят о том, что если у вас, если собственники отказываются или воспрепятствуют в проведении капитального ремонта, тогда выполнение этих работ переносится на более поздний период. То есть все? Сами себя наказывают. А вот у нас в городе начинают появляться новостройки, их, конечно, не так много, но все же они есть. Когда жильцы этих домов начнут собирать деньги на капитальный ремонт? У нас законодательством Камчатского края установлен трехлетний период, то есть это так называемая трехлетняя отсрочка от исполнения обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт. Но, если честно, я на самом деле, это мое личное мнение, я отношусь к этому не очень хорошо. Почему? Потому что устанавливая вот этот трехлетний период, мы просто-напросто сокращаем период накопления до проведения первого капитального ремонта. Вот классический пример. Допустим, межремонтный срок по плоским крышам 10 лет. Либо мы 10 лет копим деньги на капитальный ремонт крыши, либо мы его копим 7 лет. В зависимости от того, какая площадь дома, если это высотка с небольшой площадью крыши, да, наверное, накопления за 7 лет хватит. А если это стандартная панельная пятиэтажка с шести подъездами, то, поверьте, нет, не хватит. Что делать в таком случае? Ну, все зависит от того, каким образом формируют фонд капитального ремонта. Если это котловые деньги, допустим, то тогда, конечно, мы за счет займов там мы поможем. Если это спецсчет, то тут вопрос. Потому что, несмотря на то, что у нас жилищным законодательством предусмотрен институт кредитования, он не работает. Сам механизм этот для спецсчетов не работает. Но пока еще не было, да, случаев, что приходилось делать капитальный ремонт на новостройках? У нас еще никто не подошел, да, к этому периоду? Нет, во-первых, у нас еще действительно никто не подошел. Это раз. Во-вторых, новостройки, они с момента ввода в эксплуатацию, у них такой же, точно такой же, пятилетний гарантийный период. И, во-вторых, ну, я знаю просто из практиков в других субъектах, когда новострой вводится в эксплуатацию, и проходит пятилетний период, и начинают там ломаться лифты или еще что-то. Это работа капитального характера. Но тут все зависит, на самом деле, от качества выполненных работ и от условий эксплуатации. Поэтому, ну, если жизнь потребует, конечно, мы придем и выполним эти работы. А вот если жители домов не входят в так называемый общий котел, то есть деньги собирают не на счет фонда капитального ремонта, а, скажем так, между собой самостоятельно, что тогда делать, скажем так, жильцам? Они могут же копить до бесконечности эти деньги и совсем не делать капитальный ремонт? Ну, жилищный кодекс, на самом деле, эти моменты-то регулирует. Тут варианты какие? Что касается спецчетов, они вправе в любой момент, раньше наступления срока установленной региональной программы капитального ремонта, выполнить эти работы, если накоплений, соответственно, хватает, и если они как-то решили вопросы с финансированием. Либо они вправе это сделать в установленные сроки, либо они вправе принять решение о переносе срока выполнения работ на более поздний период, и эти документы уже направить там, соответственно, в органы местного управления, для того, чтобы были внесены соответствующие изменения в региональную программу капитального ремонта. А вот если собственники бездействуют, не проводят ни капитальные ремонты, не переносят сроки выполнения работ, тогда у них есть прямые риски о том, что они изменят способ формирования фонда со специального счета и уйдут к нам на котел. И уже в рамках региональной программы этими работами будет заниматься региональный оператор, то есть фонд. То есть я так понимаю, что спецсчета вы не контролируете? Или тоже это все под вашим ведомством, скажем так? Мы, как сказать, мы их напрямую, конечно, мы их не контролируем. Хотя я хочу сказать, что у нас 74 счета, специальный счет владельцем их является региональный оператор. И мы прекрасно видим, что там происходит. Но выполняется работа, не выполняется работа, потому что это тесное взаимодействие. Что касается управляющих компаний, конечно, мы не ведаем. Но в начале этого года мы инициировали работу с управляющими компаниями, в том числе и с органами местного самоправления. Основная масса специальных счетов это все-таки Петропавловск-Камчатский. И проговорили с ними о том, что, ребята, вот у вас наступает срок выполнения работ. Вы будьте любезны, то есть дали им разъяснения, либо выполняете работы, либо переносите их на более поздний период. Но пока у нас обратной связи нет. И, скорее всего, эти дома просто перейдут со следующего года к нам в котел. На самом деле интересная система. Какие планы у фонда капитального ремонта на следующий год? И вот ежегодно у нас стандарт получается. Около 300 домов мы ремонтируем в той или иной степени. Но то, что касается следующего года, а у нас существенно возросла стоимость работ, конечно, за последние два года, да, и тех накоплений, которые мы формируем, уже не хватает на те объемы, какие были раньше. Вот на следующий год у нас также 299 домов, 594 работы. Ну, это вроде бы как звучит очень серьезно. На самом деле у нас будет ремонтироваться 65 многоквартирных домов. Это там, где непосредственно мы будем ремонтировать крыши, фасады, инженерные системы, там, может быть, фундаменты. И порядка 106 работ. Но работа-то не заканчивается, потому что мы работаем в соответствии с краткосрочным планом. А краткосрочный план — это живой документ, который бесконечно у нас корректируется, редактируется, исходя из того, какие жизненные обстоятельства нас преследуют. Если это отказы собственников, значит, мы эти работы исключаем, на их место встают какие-то другие работы. И вот сейчас, уже закрывая итоги года и оценив какую-то экономию, которая по результатам этого года сложилась, в том числе за счет отказов, мы направили предложение. И вот, по крайней мере, как минимум 3 или 4 муниципальных образований у нас занимаются сейчас тем, что корректируют свои краткосрочные планы, добавляют туда работы. Оксана Александровна, еще у меня есть вопрос. Что бы вы хотели пожелать в новом году жителям Камчатки, подрядчикам? Я бы хотела пожелать всем спокойной, мирной жизни и добра. Напомню, гость нашей программы – генеральный директор Фонда капитального ремонта Камчатского края Оксана Бухонина. В студии была Виктория Степашко. До новых встреч в эфире.